Вы слушаете SBS Russian Президент США Джо Байден официально объявил об освобождении троих американских граждан и одного обладателя грин-карты Пола Уиллана, Ивана Гершковича, Алсу Курмашевой и Владимира Кара Мурзы. Президент подчеркнул важность Международных Союзов для безопасности Америки и вновь подтвердил свою приверженность возвращению всех американцев, несправедливо задержанных или удерживаемых в заложниках. В специальном стейтменте, в письменном, он заявил следующее. Я процитирую. «Я благодарен нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении сложных переговоров для достижения этого результата, включая Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию. Это мощный пример того, почему жизненно важно иметь друзей в этом мире, которым можно доверять и на которых можно положиться. Наши союзы делают жизнь американцев более безопасной». Комментируя обмен, советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что россияне не согласились бы на освобождение этих лиц без обмена, который включал бы Вадима Красикова, российского преступника, который находился под стражей в Германии. Его выдача требовала широкого дипломатического взаимодействия с немецкими коллегами, начиная с самого президента Байдена, который напрямую работал над этим вопросом с канцлером Шольцем, который по сути ответил президенту Байдену, цитата, «Ради вас я это сделаю». Высокопоставленный представитель администрации рассказал журналистам, что в день, когда президент США Джо Байден объявил, что он больше не будет баллотироваться на переизбрание, буквально за час до этого очень довольно тяжелого заявления для него, он разговаривал по телефону со своим славянским коллегой, призывая его завершить последнее приготовление и довести сделку до конца. Как мы знаем, в Россию назад отправились люди, которые находили за решеткой, в том числе и в Словении. Президент Байден после этого обратился со специальным заявлением по случаю обмена. Он встретился с семьями американцев, которые вернулись домой, и они пообщались по телефону с Алсой Курмашевой, Эваном Гершкевичем, Владимиром Карамурзо и Полом Уилланом по телефону прямо в стенах овального кабинета Белого дома. И сразу после этого Байден вышел к журналистам. Мы неустанно работаем над освобождением американцев, которые несправедливо удерживаются по всему миру, но также это многое говорит о нас, что эта сделка включает освобождение российских политических заключенных. Они выступали за демократию и права человека. США помогли обеспечить их освобождение. Это Соединенные Штаты. Мы стоим за свободу и справедливость не только для нашего народа, но и для других. После этого вице-президент США Камала Харрис и президент Джо Байден встретили Эвана Гершкевича, Алсу Курмашеву и Пола Уиллана на военной базе под Вашингтоном, лично встречая самолет, который приземлился там, где обычно приземляются самолеты летного отряда, которые обслуживают первые лица Соединенных Штатов Америки. Ну а вице-президент США Харрис поговорила по телефону с Юлией Навальной, вдовой Алексея Навального, и поприветствовала возвращение 16 человек из России, включая российских политических заключенных, которые работали с Навальным. К слову, в администрации США заявили, что Алексей Навальный должен был быть частью этого масштабного обмена, самого большого со времен Советского Союза. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.